Всем привет! Завершился первый раунд плей-офф, а это незапланированный выпуск, где подведем итоги четвертьфинала в конференции и сделаем определенные выводы. Плей-офф 20-21 проходит по стандартной схеме, за исключением разве что мини-турнира Play-In, в котором определялись последние два участника от каждой конференции. Итак, Восток. В первом раунде нас ждало две серии с громкой вывеской. Повторение прошлогоднего финала конференции Милоки Майами, а Бруклину противостоял Бостон, прошедший в плей-офф как раз через Play-In. К сожалению, борьбы не вышло ни там, ни там. Финалист 2020 года Майами Хит на этот раз ничего не смог противопоставить Милоки. Единственная действительно интересная и напряженная игра серии – это первая встреча, в которой командам понадобился овертайм, а победу Бакс принес точный бросок Криса Мидлтона за полсекунды до сирены. Остальные матчи – это вынос тела. Трудно сказать, как могла бы повернуться серия победиток до Майами, но сомневаюсь, что кардинальным образом. Хит по ходу сезона сталкивались с травмами, ковидом и нестабильной игрой, что вылилось в борьбу не за тройку сильнейших, а за то, чтобы избежать плей-ин. Майами удалось залезть на шестую строчку, но той магии, которая была присуща флоридцам в прошлом плей-офф, вернуть так и не удалось. Помимо лидеров, Батлера и Адебайо, которые по умолчанию должны играть хорошо, тогда выстрелили одновременно Драгич, Хироу и Данкан Робинсон. Сейчас же молодые снайперы не показали выдающихся цифр. Более того, Джимми Батлер провалил серию, атакуя с отвратительным процентом. А лучшим скорором Хит стал 35-летний ветеран Драгич с 16 очками за игру. Бостон на протяжении всей регулярки болтался в середине таблицы, периодически вываливаясь за пределы восьмерки. Непривычная ситуация для команды, которая в трех из четырех последних сезонов доходила до финала конференции. Уход Гордона Хейварда в Шарлотт сильно сказался на глубине состава, большая часть которого – необкатанная молодежь, взятая на недавних драфтах. Единственный позитивный момент для Celtics – это наличие Тейтума и Брауна и их прогресс. Однако перед плей-офф стало известно, что Джейлен Браун пропустит остаток сезона после операции на локте, поэтому встреча с Бруклином скорее носила уже формальный характер. Главное было не отлететь 0-4. Тейтум вытащил на своих плечах одну игру, набрав рекордный для себя в плей-офф 50 очков в третьей встрече. Бруклин же, который по ходу сезона катастрофически редко играл в оптимальном составе из-за травм, на этот раз обошелся без повреждений. Все три лидера провели первый раунд на уровне. Серия между Нью-Йорком и Атлантой считалась, пожалуй, самой непредсказуемой. Обе команды молоды, без большого опыта игр на вылет, за исключением нескольких игроков. И начало серии получилось очень ярким. Полельщики в Мэдисон-Сквер-Гарден неистовствовали, вот слово-то нашел. Всячески пытались морально подавить игроков-гостей, скандировали, а команды обменялись победами. К сожалению для фанов Никс, Атланта взяла три следующих игры и с ними серию 4-1. Что интересно, в сезоне Нью-Йорк победил во всех трех матчах против Атланты, позволив Янгу забивать лишь 36% бросков с игры. Джулиус Рэндалл напротив был неудержим, набирая по 37 очков в среднем. В плей-офф же ситуация изменилась. Рэндалл набирал всего по 18 с процентом 29,8. В противовес, Янг имел 29 очков и почти 10 результативных передач. Для Нью-Йорка не произошло ничего критичного. Сам выход в постсезон можно считать успехом. Как сказал Том Тибадо, Этот сезон был нужен, чтобы построить фундамент и сформировать правильные привычки. Дальше перед командой будут стоять более высокие цели. Напомню, что в межсезонье Нью-Йорк будет иметь примерно 60 миллионов долларов платежки на подписание свободных агентов. Правда, выбор игроков в этом году не очень богат. Главным вопросом серии Филадельфия-Вашингтон был, сколько трипл-даблов сделает Уэсбрук и возьмут ли Уизерс хотя бы один матч. Рассел делал трипл-даблы в трех из пяти игр, а его средние показатели по серии составили 19 очков, 10,5 подборов и почти 12 передач. 76-ые не испытали особых проблем с тем, чтобы вскрыть оборону столичной команды. Собственно, невелика задача. А сами ограничили Уизерс лишь 29% попадания из-за дуги. Брэдли Билл набирал свою стабильную тридцатку в среднем, но попал лишь 22% трешек. Сикстерс выиграли в пяти встречах, но потеряли Джоэла Эмбидо из-за частичного разрыва мениска. Центровой и лидер команды проводит лучший сезон в карьере и является реальным кандидатом на MVP. Дальнейшие успехи Филадельфии во многом зависят от того, насколько серьезно его повреждение. Если с Атлантой пару игр он может пропустить и, возможно, это прокатит, то в финале конференции без него делать нечего. Отправляемся на запад. Забыл сказать, давайте уже добьем до 10 тысяч подписчиков. Осталось-то всего ничего. Надо всего лишь-то не полениться и нажать на кнопку. Мемфис на волне успеха прохода через Play-In даже забрал первую игру в Salt Lake City 112-109, которую Джаз проводили без Донована Митчелла. Во второй Джамарант разразился 47 очками, зато уют из 7 человек набрали 14 более, а главное выстрелило их основное оружие – трехочковые броски. Джазмены установили рекорд лиги в регулярке, забивая по 16,7 трешек за игру. В этой встрече они выбросили 19 из 39. Возвращение Митчелла пришлось как нельзя кстати. Он набирал 28,5 очков и делал почти 6 асистов за 30 минут на площадке в четырех матчах, в которых он принял участие. Закономерная победа первой Сейны – 4-1. Мемфис должен быть доволен с собой, команда находится в разгаре перестройки и в то же время показывает баскетбол уровня плей-офф. Юта же пока идет четко по сезонному графику трешек, причем попадая их с процентом 45. Читая расклады до начала плей-офф, я охренел, увидев, что 17 из 18 экспертов ставят на победу Лейкерс. Я понимаю, они действующие чемпионы и бла-бла, но то состояние, в котором они подходили к плей-офф, не позволяло их назвать не только фаворитами на победу в чемпионате, но даже на проход во второй раунд. Травмы Дэвиса, Леброна и, как следствие, провал во второй половине сезона отразились на итоговом положении Озерников, с трудом обыгравших в Play-in Warriors в матче за седьмое место. Серия с Фениксом, а точнее первые четыре игры, получились вязкими и оборонительными. И такая игра должна была больше пойти на пользу Лейкерс, которые были лучшими по защитному рейтингу и вторыми после Нью-Йорка по пропущенным очкам. Но и Феникс с приходом Монти Уильямса перестал быть проходным двором в обороне. Команды взяли по одной победе в гостях и при счете 2-2 вернулись в Аризону. К сожалению, эту серию не обошли травмы. В первом же матче Крис Пол повредил плечо и практически не был фактором в начале серии. По ходу четвертой встречи Энтони Дэвис потянул паховые мышцы и фактически выбыл из строя. Леброн, который явно находился не в лучших кондициях, не смог в одиночку остановить полетевший на всех парах молодой Феникс и впервые в карьере не прошел первый раунд плей-офф. Остается понять, все дело в травме или возраст не под властем даже ему. Думаю, многие ждали от этой серии не больше не меньше все 7 игр. В первой встрече Портлин переиграл Денвер тактически. Они не сдваивались на лидере Наггетс Йокичи, позволив тому набрать 34 очка на 27 бросках. При этом Никола отдал всего 1 ассист при среднем показателе более 8 за игру, тем самым не смог задействовать своих партнеров. У Блейзерс Дэмиан Лилард тоже набрал 34, но отдал 13 передач. Вообще вся серия ознаменовалась противостоянием двух лидеров и отсутствием защиты. Команды в среднем накидывали друг другу по 120 очков за игру, а средняя статистика Йокича и Лиларда на ваших экранах. Ключевой стала пятая встреча при равном счете в серии. Наггетс упустили 22-очковое преимущество, а точная треха Дэмиана Лиларда за 3 секунды до конца четвертой четверти сравняла счет и позволила состояться настоящему спектаклю. В овертайме Денвер вел плюс 9, но вновь Лилард своими трешками держал Портлин на плаву. Он набрал 17 из 19 очков своей команды в двух овертаймах, 55 очков в матче и забил рекордные для плей-офф 12 трехочковых. Но его перформанс окончательно заруинили партнеры. Сначала Ковингтон, не забивший Данг, а затем Сиджей Маккалом, заступивший за боковую линию с мячом в руках. Блейзерс уступили во втором овертайме 140-147, а затем упустили двузначное преимущество по ходу шестой игры и проиграли серию 2-4. Поражение в первом раунде стоило Терри Стотсу вместо главного тренера Портлинда после 8 лет в клубе. Ну а единственная серия, в которой победитель еще не выявлен, это противостояние Далласа и Лос-Анджелес Клиперс. Там счет 3-3, а решающая игра пройдет завтра. Здесь эксперты вновь единогласно отдавали предпочтение команде из города Ангелов. Однако Маверикс повели 2-0, взяв две гостевых встречи, в которых попали 35 трешек с процентом 50. Казалось, Клиперс ждет катастрофа уже в первом раунде, но они сумели вернуться в серию благодаря гостевым победам, а в шестом матче при счете 2-3 Кавай Ленард выдал гениальное представление. Он набрал 45 очков, попав в 18 бросков из 25, а также положил два важнейших трехочковых в концовке. LA наконец-то включили свою защиту, которая, как обычно, на бумаге выглядит гениально, но вот в играх далеко не всегда работает, позволив Далласу набрать лишь 20 очков с процентом 29 на последнем игровом отрезке. Серия возвращается в Лос-Анджелес, и вроде Клиперс фаворит. В истории НБА домашняя команда побеждала в седьмой игре в 79% случаев. С другой стороны, эта серия стала первой в истории, когда все победы были одержаны в гостях. Поддержит ли Даллас этот тренд до конца, или Клиперс станут 106 домашней командой, закрывшей серию в седьмом матче?